Трансформатор Тока В фидере поверку успешно прошли. Решено было заменить трансформатор Тока только на фазе В, а остальные оставить существующие. Кстати, тип трансформатора Тока вам, скорее всего, известен. Это распространенный для своего времени трансформатор Тока типа Т-066. Коэффициентом трансформации 200 на 5. Вот так вот он выглядит. После снятия трансформатора Тока обозначение его выводов поставило меня в тупик. С обозначения вторичных выводов, вот они, вторичные вывода, И1, И2. Вот так вот сделаем. Вот, И1, И2. Здесь все понятно. А вот с обозначением первичной обмотки явно имеется загадка. Как видите, обозначение первичной обмотки отчетливо видно на корпусе самого трансформатора Тока. То есть, вот у нас Л2, это вот эта вот сторона, конец первичной обмотки. А вот это у нас Л1, вот эта вот сторона шинки, это начало первичной обмотки. То есть, вот в таком положении. Это у нас сверху Л1, а снизу шинка, это у нас Л2, то есть конец первичной обмотки. Со вторичной, как я уже сказал, здесь все понятно. Здесь у нас И1, здесь у нас И2. Но не тут-то было. Если хорошо приглядеться, то на задней крепежной планке тоже имеется обозначение выводов. Но при этом оно в корне противоречит обозначению на корпусе трансформатора Тока. То есть, смотрите, здесь, как это я вам говорил, здесь вот смотрите, Л1 это начало первичной обмотки, а на корпусе эта сторона обозначена как Л2. То есть, как будто это конец. И с другой стороны, вот у нас Л2. Это у нас конец первичной обмотки, а согласно обозначению на крепежной планке, вот она. Это у нас Л1. Вот такое вот несоответствие. В итоге получилось так, что за начало первичной обмотки Л1 приняли неправильную сторону. И после ввода в эксплуатацию векторная диаграмма имела следующий вид. Как видите, зеленый вектор тока развернут на 180 градусов. То есть, ток в фазе В имеет обратное направление. Естественно, что это несоответствие мы быстро устранили, установив трансформатор тока соответствующим образом. Ну, а если быть точнее, то просто-напросто поменяли местами подключаемые провода с выводов Е1 и Е2 на вторичной обмотке трансформатора тока в фазе В. Таким образом, векторная диаграмма стала иметь нормальный и правильный вид. Вот это самое присоединение, про которое я вам говорил. Вот трансформатор тока снятый с фазы В. И вместо него установлен уже нового образца ТОП-066. При установке трансформатора тока на фазу В ошиблись потому, что, как я уже говорил, на корпусе непосредственно трансформатора тока L1 указано, то есть начало первичной обмотки L1 указано сверху, L2 снизу. Также и на фазе С, соответственно, и фазу В установили аналогичным образом. Но по факту, как оказалось, вверху здесь все-таки находится конец первичной обмотки, а внизу L1, начало первичной обмотки. Соответственно, чтобы уже трансформатор тока нам обратно не разбалчивать, не переворачивать, просто решили перевернуть вторичную обмотку у фазы В. У снятого трансформатора тока я решил определить полярность. И в данном видео я вам подробно расскажу, какими способами я это буду делать. Приведу в пример вам три способа, которые я обычно применяю. Первый способ, это, наверное, один из самых распространенных и доступных способов определения полярности трансформаторов тока. Второй и третий способы требуют уже специализированного и дорогостоящего, ну, вернее, не дорогостоящего, но недешевого оборудования. Итак, поехали. Определение полярности трансформатора тока с помощью батарейки и миллиамперметра. Данный способ еще называют способом гальванометра. Вот, собственно, и схема подключения батарейки и миллиамперметра для определения полярности выводов трансформатора тока. В качестве источника постоянного тока можно использовать обычные батарейки напряжением от 2 до 6 вольт. Лично я всегда применяю вот такие плоские элементы питания типа 3R12 напряжением 4,5 вольта. При использовании аккумулятора для проверки полярности обмоток трансформатора тока в цепь следует включать ограничительное сопротивление. В данном же случае ограничительное сопротивление нам не требуется. В качестве измерительного прибора может применяться либо миллиамперметр, либо милливольтметр магнитоэлектрической системы. Вот значок обозначения магнитоэлектрической системы. Кто забыл, как он выглядит. На выводах прибора обязательно должна быть обозначена полярность. То есть вот здесь указан общий вывод. Минус, плюс, минус. Также желательно применять прибор с нулем по середине шкалы. Так легче и нагляднее определять отклонение стрелки. Если не найдете прибор с нулем по середине, то обращайте внимание на то, что стрелка прибора при отклонении влево, например, будет ударяться в упор, и есть вероятность ее отскакивания в правую сторону, что может привести в заблуждение и ошибочному проведению измерений. Предел миллиамперметра должен быть в пределах 50 или 100 миллиампер, а милливольтметра не более 3 вольт. Лично я применяю миллиамперметр типа M2001 с нулем по середине с пределом 100 миллиампер. Если у вас нет миллиамперметра с пределом 50 или 100 миллиампер, а имеется, например, миллиамперметр с пределом 200-300 миллиампер, то необходимо будет увеличить напряжение питания источника постоянного тока. То есть использовать напряжение не 4,5 вольта, а, например, 6 вольт, ну или около 9 вольт. Как я уже говорил, выводы миллиамперметра M2001 полярны и обозначены на корпусе прибора. Слева это плюс, справа это минус. Ну а сейчас соберу приведенную схему для определения полярности трансформатора тока и покажу, как определять эту самую полярность. Так, ну вот, трансформатор тока. Это вторичный вывод И1. Сюда я подключил плюс с миллиамперметра. Это вывод И2 вторичной обмотки. Сюда я подключил минус миллиамперметра. Вот, как я уже говорил, батарейка у меня. К ней припаяны два соединительных провода. С этой стороны у нас плюс. Вот, видите, это плюсик. Я его подключаю на эту сторону шинки. И второй вывод, это у нас минус. Им я буду замыкать на другую сторону первичной обмотки трансформатора тока. Вот, стрелка миллиамперметра должна кратковременно отклониться в ту или иную сторону. Кстати, при размыкании первичной цепи стрелка миллиамперметра отклоняется в противоположную сторону. Но на это не обращайте внимания. Нам главное зафиксировать отклонение стрелки в момент замыкания первичной цепи трансформатора тока. Так вот, нам нужно подобрать такое включение трансформатора тока, чтобы при замыкании первичной цепи стрелка миллиамперметра отклонялась вправо. В таком случае выводы первичной и вторичной обмотки будут однополярными. То есть присоединенные к плюсу батарейки и к плюсу миллиамперметра. В нашем случае необходимо определить, какое из обозначений первичной обмотки трансформатора тока считается верным. То, которое указано непосредственно на корпусе трансформатора тока, или то, которое указано на вот этой самой крепежной планке. Сначала примем за правильное обозначение маркировку на корпусе. То есть L1 это начало первичной обмотки с этой стороны, и L2 это конец первичной обмотки с левой стороны. Таким образом, плюс источника постоянного тока соединяем с началом первичной обмотки трансформатора тока, а минус соединяем с концом первичной обмотки трансформатора тока. Итак, замыкаю первичную цепь кратковременно и смотрим стрелку миллиамперметра. Оп, влево, оп, влево. Это говорит нам о том, что указанная полярность на корпусе трансформатора тока является неверной. А значит, правильная маркировка все-таки указана на крепежной планке. Ну, если честно, то это как-то немного странно для меня. Все же я надеялся, что правильная маркировка указана непосредственно на корпусе. Ну, давайте проверим свои доводы, убедимся в своих доводах и аналогично соединим. Теперь положительный полюс плюс источника постоянного тока нашей батарейки уже к началу первичной обмотки L1. Вот она у нас обозначена на корпусе L1. А минус приложим к L2. Обозначена вот здесь вот у нас L2. Ну вот, видите, сейчас минус подключен к L2, а плюс я буду замыкать на первичную цепь. То есть вывод L1. Вот, теперь стрелка отклоняется вправо, как и положено. Это нам говорит о том, что указанная полярность на крепежной планке является верной. То есть с этой стороны у нас обмотка, вернее, с этой стороны у нас начало первичной обмотки L1, а с этой стороны шинки у нас конец первичной обмотки L2. Что противоречит обозначению на корпусе непосредственно самого трансформатора тока. Вот такие вот бывают нюансы. Да, забыл сказать, что в основе данного способа лежит явление самоиндукции или взаимоиндукции. При замыкании постоянного тока в первичной цепи на вторичной цепи индуцируется ЭДС, которая в зависимости от полярности первичной и вторичной обмотки имеет либо встречное направление СДС, источника тока, либо сонаправленное направление. Перейдем ко второму способу. Как я и говорил, то второй способ требует специального оборудования. Для этого в парке приборов нашей электролаборатории имеется многофункциональное устройство RITOM21. С RITOM21 я уже вас знакомил подробно в видеороликах про прогрузку автоматических выключателей. Кому интересно, то ссылочки на соответствующие видео будут в описании под видео. Если честно, то первым способом я уже давно не пользуюсь, а в подобных сомнительных ситуациях при определении полярности трансформаторов тока я применяю именно RITOM21. Здесь все гораздо проще. Собираем соответствующую схему и проверяем полярность. Вывод источника тока со звездочкой. Вот здесь у нас начало, черный кабель. Соединяем с L1 трансформатором тока. Второй вывод соединяем с L2. А вторичные выводы. То есть вторичный вывод E1, красный, соединяем с началом аналогового входа PA. То есть со звездочкой красной это начало. А черный провод с черной маркировкой. Это у нас конец. То есть E2. В принципе я уже определился, что правильная маркировка обозначена все-таки на планке крепежной, а не на корпусе трансформатор тока. Поэтому преднамеренно подключил наоборот. Чтобы вам показать, как определить обратную полярность RITOM21. Ну и здесь в меню выбрал соответствующие параметры. Выход по току E5. Прибор для измерения вторичного тока это PA. В соответствующем поле выбрал F фазу для измерения угла между первичным E5 и вторичным током PA. Ну и все. Теперь осталось навести ток в первичной цепи не менее 10% от номинального тока, трансформатора тока. То есть я наведу 50 А, этого будет вполне достаточно. Ну а теперь смотрите. Вот у нас ток 50 А. Тут ловить уже точно не буду. Вторичный ток составляет у нас 1,3. И, как видите, угол между первичным и вторичным током составляет 180 градусов. Что говорит о том, что выбрана неправильная полярность трансформатора тока. То есть выводы L1 и E1 не однополярны. Здесь перекручивать провода не стал, а сделал проще. Здесь поменял местами выход по току. И включаем питание. Ну вот видите, у нас 50 А, 52 А. А угол между первичным и вторичным током составляет 0,6 градуса. Ну вот теперь с уверенностью можно сказать, что L1, вот оно у нас начало со звездочкой. Это с этой стороны трансформатор тока, что и соответствует обозначению на крепежной планке. L2, конец первичной обмотки с правой стороны. Ну а вторичные вывода E1 и E2 подключены соответствующим образом. То есть красный это начало E1, черный это конец E2. Таким образом, с помощью RITOM21 определить полярность трансформатора тока вообще не составляет никаких сложностей. Все легко, быстро и просто. Помимо выше приведенных способов, можно применить еще более простой способ. Правда, для этого необходим прибор Вольт-Ампер-фазометр. То есть ВАВ. В нашей ТЛ имеется ВАВ-Парма-ВАВ-А. Вот такой вот совсем новый приборчик у нас. В общем, здесь берется двое клещей. Одни клещи измерительные, другие клещи опорные. Для измерения угла сдвига фаз между первичным током и вторичным током необходимо использовать опорные и измерительные клещи. Берутся опорные клещи, подключаются к опорному каналу и ими обхватывается проводник первичной цепи. Далее берутся измерительные клещи, подключаются на, соответственно, измерительный канал и с помощью них обхватывается проводник во вторичной цепи. Естественно, что при этом нужно соблюдать полярность подключения непосредственно опорных и измерительных клещей. В моем комплекте опорные клещи отсутствуют. У меня только имеются измерительные клещи ИПТ-10 и ИПТ-300. Поэтому проверить полярность трансформатора тока с помощью ВАВ в моем случае у меня нет возможности. Но теоретически, если закупить, приобрести еще и опорные клещи, то можно измерять полярность трансформаторов тока и с помощью ВАВ. Помимо рассмотренных примеров, зачастую необходимо определить полярность трансформаторов тока, встраиваемых в воды выключателей или силовых трансформаторов. Причем с разными схемами подключения. Звезда с нулем, треугольник, просто звезда без нуля. В рамках данного видео я об этом рассказывать не буду. Если есть вопросы, то пишите в комментариях под данным видео. А у вас встречались подобные случаи на практике, когда полярность обмоток трансформатора тока не соответствовала указанным его обозначениям? Если подобные случаи у вас встречались, пишите об этом в комментариях, будет очень интересно почитать. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!